Существует множество похожих продуктов, которые не имеют друг к другу никакого отношения. Очень похожие внешне, эти продукты имеют различный вкус и свойства, поэтому так важно уметь их различать. Давайте разберемся. Корица и кассия. Они хоть и родственницы, но являются корой разных деревьев. И вкус у них отличается. У кассии он более жгучий и резкий. Из-за хрупкости чаще можно встретить настоящую корицу уже в молотом виде. Аромат ее тонкий и согревающий. Кассия же является корой другого дерева родом из Южного Китая. Палочки сложно сломать и смолоть даже с помощью кофемолки. Кору срезают со взрослых деревьев, также удаляя верхний слой. Поэтому она слишком плотная, твердая и закручена совсем немного, чаще, лишь с одной стороны. Тмины зира. Семена зира и тмина очень похожи на вид. Но вот вкус имеют совершенно разный, поэтому если спутать их и добавить в блюдо не то что нужно было, результат может выйти невеселым. Как отличить? Например по цвету. Семена зиры более крупные и светлые, от коричневого до серо-зеленого. А тмина темно-коричневые. Зира пахнет горьковато, ярко, можно уловить слабые ореховые нотки. Аромат тмина не такой сильный, но более пряный. Пастернак и корень петрушки. Пастернак и петрушка – растения, которые относятся к одному семейству сельдереевых. На вид корнеплоды очень похожи, но вот на вкус немного различаются и употребляются в разных блюдах. Корень петрушки – длинный и кремово-белый, он имеет такой же острый и пряный аромат, как и листья. Пастернак отличается тем, что он мягче на ощупь и крупнее. Место, из которого вырастает стебель, у пастернака слегка вогнутый и окружено темной каймой. Вкус и аромат овоща мягче, чем у петрушки, и больше напоминает морковный. Голубика и черника Наверняка некоторые из нас до сих пор думают, что это одно и то же растение. Но рассмотрим их более детально, у голубики крупные мясистые ягоды, часто с беловатым налетом на поверхности. Мякоть светлая, плотная, на вкус она сладковатая, без выраженного запаха. Черника же, ягода более мелкая, темная и твердая, сок у нее почти черного цвета, мякоть темно-фиолетовая, а вкус тот самый черничный, запоминающийся. Барбарис и ягоды Годжи И те и другие представляют из себя кисло-пряные красные ягоды с невероятно витаминным составом. Ягоды Барбариса имеют кисло-острый вкус, используются в кулинарии для консервирования, приготовления варенья или фруктовых компотов. В сушеном виде Барбарис применяют в качестве приправы во время приготовления плова. Ягоды Годжи крупнее Барбариса, их размер до 2 см, цвет у них кораллово-красный, а внутри большое количество мелких семян. Внешне сушеные Годжи отличить от сушеного Барбариса крайне сложно, а вот на вкус проще. Годжи более мягкие, мясистые и в них меньше косточек. Употребляют Годжи без термической обработки, добавляя в качестве полезного ингредиента в различные блюда, каши, йогурты, салаты. Семга и форель Две эти рыбы относятся к семейству лососевых, поэтому в разделанном на филе виде довольно похожи. Филе семги, она же атлантический лосось, обычно более светлое и жирное. А форель имеет более плотное мясо с меньшим количеством жировых прослоек и может иметь более насыщенный красный цвет. Форель может быть и речной в отличие от семги. Нут и соя Оба продукта относятся к бобовым, но сильно различаются по вкусу. Нут обладает приятным и мягким ореховым привкусом, тогда как соя практически не имеет собственного вкуса. Берегите себя и будьте здоровы!